Здравствуйте! Меня зовут Светлана Хожова и сегодня с нами будет Игорь Кристинин. Игорь, здравствуйте! Всем добрый день, всем привет! Надо представиться, да, наверное, чем я занимаюсь? Да, да, расскажите по себе немножко. Практик партнерских программ, нарабатываемый партнерских программ, специалист по трафику в том числе. Чем я известен, ввиду про Беллова, стара-2, да, специализацию по партнеркам. Работал с Ильином Гальдешным, кто-то его знает, это человек, кто один из самых крупных бизнесменов. Он сделал 400 миллионов в инфобизнесе, с ним работал. Работал с Лениным Румянцевым, кто-то его знает. И много, конечно, чего я могу сказать по поводу себя на кучу регалий. Пожалуй, самое сейчас ценное, что у меня есть, это то, что я автор единственного коучинга в России и в СНГ с двойной гарантией возврата. Да, когда человек приходит в коучинг, обучается своим партнеркам, если у него не получается, я возвращаю двойную сумму. Вот такая штука. Приходилось возвращение? Возвращение здесь по счету приходилось, потому что я не инфрусмен, я искать нечего. Вначале двойную сумму не было, а вначале обычную сумму было. Когда люди говорят, что попробовали коучинг, да, там, где-то начали, на пятом роке сказали, я, Игорь, мне вот прикольно, но не моя тема, да, вот. Я говорю, окей, хорошо, вот деньги обратно. Поработать с ним чуть-чуть, поэтому все окей, да. То есть, человек там идет дальше, да, то есть, надо финализировать. Либо, либо не финализируется, если он не делает, да, такое тоже бывает. Если у человека, то такое тоже бывает. У нас, так сказать, фильтровать. Скажите, а вот когда вы решили заняться, ну, в данном случае, вот раз обучение, да, и партнерки, в какой-то мере это все-таки можно, наверное, назвать бизнесом? То есть, в какой-то промежуток времени, как давно это вообще будет? Вы решили этим? Давайте сначала принять, что такое бизнес, и так далее, да, то есть, бизнес – это когда у нас есть некая команда, некий процесс, который работает за нас, да, то есть, если мы выходим из бизнеса, то бизнес не перестает работать, да, кто-то не падают, он примерно на одном уровне, примерно, опять же, да, он в джекле будет расти, но, тем не менее, примерно на уровне остается, да, это бизнес. Да, мы можем вернее выйти. А я больше, конечно, человек, который зарабатывает, но участвует в этом сам, да, то есть, в релации с францами могут зарабатывать больше, чем бизнесмены, это нормально, и наоборот, да, то есть, это я речь не никак, я речь о процессах. Соответственно, вот, я такой, да, но, тем не менее, я склонен к тому, что она работает немного, да, я работаю до 4 часов в день, в целом, да, примерно так. А теперь, так, как давно? Опять же, бывает по-разному, да, бывает, что ружьность большая, всякая бывает, ну, в целом так. Теперь, как там этим занимаюсь? И партнерками занимаюсь около, наверное, двух лет, плюс-минус, да, как я помню. А обучением начал заниматься, там, полгода, например, обучение, не так долго, ну, может год, не больше, да. Обучение как хобби. А вот на обучение вас сами руководители проекта пригласили, или как-то вы? Стар 2? Да. Зафинарился, Стар 2, что-то мы с ним все пообщались, я помню, и как-то вот, как попал Стар 2, начал вести. Вот, понятно, так давно было, я плохо помню точную историю, но как-то началось. А как у вас были заработаны ваши первые 100 тысяч рублей? Первые, на бизнесе, ну, имеют на, вот, на деле, да, в своем, или на партнерках. Ну, да, да. Ну, вот, что у вас в первую очередь получилось? Я думаю, на партнерках, ну, на партнерке почему он занимался? Партнерке 2 года, да, а до этого у нас другие бизнесы, у меня же куча в этом плане. Ага. Занимался, ну, первое, что-то было пробито на рекламе. А наружной рекламе продавали в Питере наружную рекламу, не согласованную. Там еще ужас такой был. Мы сами продавали, сами это все дело. Это было лет 5, не, года 4 назад. Да, года 4 уже назад. И это было, потому что полная трешка. Ну, там, все это. Это планистационная реклама, то это нас, как ловили, ну, полиция сразу нас поймать как-то там. Ну, там было, много чего было интересного, адреналина было, персок было пробито там. Да, ну, как я пробил двух словах. Я тогда у потовших в облице не был. Я пришел к знакомому и говорю, слушай, Алексей, то есть маленький бизнес, там, из полтора коллег, конечно, да, из тебя там еще двух наемников. Вот. Повременных, да, то есть не постоянки, а попременные. Вот. Давай я приду, то есть, давайте тебе помогать, да. Я приду твой бизнес, будьте тебе помогать развивать, да, и тобой больше не за датого денег. В принципе. Да, давай, конечно. Так я попал в его бизнес и начал делать совместное дело. Начал делать совместные доходы. Вот. И, то есть я, по факту, у него научился всему, что он делает, да, и просто он помогал. То есть, имея мотивацию, имея какой-то энтузиазм, сам готов работать с предпринимателями. Небольшие, понятно, да, но небольшие будут готовы работать. Это первое. То есть, о металлтехнологии, да, мы с ним просто сначально работать и все, ну, за финальную сотку. А за какой срок во времени? Не помню уже давно, но это было где-то месяц получал от 20 до 50 тысяч, так получал. Ну, то есть, где-то месяца 3-4, да, я сотку финалил. Ну, опять же, зависело от этого самого. Это было на рекламе когда было, да? Да, да, 4 года назад было. А когда вот дальше следующее что было? Дальше пошли партнерки? Дальше инфобизнес был по теме акне, да, по теме крышей. Он плохо пошел, совсем плохо пошел, высоко получил. И когда у меня не получилось, я видел, что мне больше всего нравится. Потому что мне больше всего нравится за массой трафика в этом инфобизнесе. Я взял за массой трафика, потому что мне больше всего нравилось. И там, кажется, ты провел сотку, по-моему, за полтора месяца, что-то такое. Да? Это было прикольно. А как это было? Как было? Ну, опыт трафика уже был, да, небольшой. Опять же, небольшой совсем трафика, опыт трафика был. И я же общался с предпринимателем, кто отрабатывал на партнерках, и он чуть-чуть докрутил. Получил. Вот. Он меня докрутил, да, я использовал технологии и начал зарабатывать. Евгений Копаев его звали. Вот. Евгений Копаев. Он сейчас меньше меня зарабатывает, но тем не менее он мне очень помог стартануть. Опять как все это знали. Вот. И это, да, технологии для того, как можно обучаться, да, даже если ничего не знаешь. Кроме того, кроме того, что еще было сейчас, помню, это было два года назад. Стар 2, Стар 2 зафиналил тогда, Стар 2 помог, да, там, в общем, мощный пинок, очень много мотивации дали, да. Все финалятся, тоже хочет зафиналиться. И, что еще было, а, что сделал, да, так, твой конкретно, давайте, как я. Значит нашел человеку, ко есть какая-то база была база, да. Я сказал, слушай друг друг, у тебя есть база? Отлично, давай мы пойдем в партнерку и поймите, что позитить разошрем. Подвигай, давай, конечно, в своей жизни используя эту базу. Я нашел партнерку, написал письмо за него, сделал ссылку, да, все были, подготовил, расстречка все покатывал за него стеба только база это базе письмо мы заработали по 40 тысяч или по 50 тысяч одного письма это сказал что ее мою я зарабатываю месяц 30 тысяч а тут в день 30 тысяч до 40 тысяч его прикольно и в этом что-то есть сказал им повторять просто так прогулся в общем это понимали ничего мы не поняли как это работает как у нас сразу получилось его прикольно там сидели думали как это повторить и повторили такое как очень целевая очень хорошо сегментирована это было два года назад тогда была сильно лучше база была по-моему тысяч 7 человек туда было чуть другое на москве 2 года назад было проще да если бы знал что я знаю два года назад я бы сделала бы миллион очень просто опять же скорее всего да было проще табло-коперенция ниже да спамфильт так не работали вот так а сейчас если вопрос к вопросу клиентов вот у вас клиенты сейчас я так понимаю что вы занимаетесь партнерками то есть клиентов вы не ищете вы просто сами да то есть есть уже инфобизнесы есть уже бизнесы куда можно просто подключиться и просто трафик делать рекламу и процент комиссию то есть я ничего не продаю просто делаю рекламу с этого плачу и не платить и платить как проводим при этом я занимаюсь только одним делом я могу автоматизировать нет у меня есть подписная база на друзья вконтакте условно и все у меня была красная рассылка человек мы ее по черному очень сильно по продавали по жесткам продавали вернее и все выбросили неудобно потому что не моя база не умею пользоваться и своими возможности имеют пользоваться как человек владеющий базой да то есть и ухаживать и общаться этому не нравится поэтому я выжить просто и все а вот что вам было легко что было легко так было легко то что конкуренция была небольшая и были уже какие-то знания это было легко да то есть и а самая самая легкая была то что когда мы но саппарат это что вы делали со знакомым она весла работать вместе да очень прикольно созванивались вместе работали да и мы больше прикалывались конечно работали но было все очень комфортно из того что мы общались очень весело это было комфортно было приятно а тяжело было на следующий вопрос говорить тяжело было то что не было системы были были какие-то знания но не были по системе очень понимать на самом деле работает все открывали на что вот а чтобы вы посоветовали тем людям которые планируют начать подобный бизнес заниматься тем же что и вы так чем начать вопрос чего начать ну во первых шаг номер ноль шаг номер один так скажем понять твое или не твое ваше или не ваша не ваша то не стоит заниматься потому что не за финансы не заработаете деньги сожалению да так на что ваша быстро протестировать во первых начать того что вспомните чем еще раньше занимались искренне вещей из чего-то того чем врача занимались вспомните да что у них плохо пошло это заниматься на самом деле потому что но когда не плохо пошло повторить да опять же крути а второе быстро протестировать быстро попробовать попробовать и еще фишки внедрить и если есть результат то да скорее всего это твое конечно не факт но возможно большая шаг твою ваш и дать им стоит заниматься опять же по опыту да следующий шаг когда поняли что это да наше что это прикольно интересно а есть два варианта да либо в самому сети разбираться консультироваться с кем-нибудь да там общаться надо тяжело а реально тяжело проще всего заплатить денег и уже имея мотивацию до имея хорошего наставника именно хорошего наставника а пробить это барьера пробить новый потолок да продать денег апартнер вот в принципе там вся весь секрет а дальше когда пробил потолок а цели дорасти до наставника обратить до наставника да то есть получить от него все по факту дорос берет еще наставник который еще и так мы растем выше и выше и выше вот наставник это очень важная штука это потрясающе недооцененная важная вещь надо понимать что есть два вида наставников одни это люди кто действительно не это все работает которые реальные практики которые собственно опыт умеет обучать у которых есть опыт есть личные результаты это первые люди вторые люди которые бизнесмены да которые не наставники а зарабатывают на настальничестве это разные люди совершенно да вот эти первым реально пачки а кто важно я не один человек так много румянцев леонид он прикольным прикольный мужик парень как у нас 30 лет на человека мужчина а то есть 300 человек делает больше миллиона в месяц вот я плачу 50 тысяч то есть три часа работы с ним них бизнесмена он продает это свое обучение обучение но он обучает ради удовольствия у него там шесть человек возьмет на обучение и там маленькую группу поработать парабеллама учусь в классной группе парабеллама это основные мои наставниче больше всего дублю и цели ну что ж Игорь спасибо вам большое за интервью за то что поделились своим опытом было очень на самом деле интересно я желаю вам успехов в вашем деле и в обучении спасибо 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 и до свидания всем пока если кому-то интересно или понравилось что я говорю можно добавить мне вконтакте да и я там вышлю чек-лист там какие-нибудь плюшки да там бесплатная реклама если кому-то интересно вот но в общем у нас понравилось можно добавить и друзья подружек я до свидания всем пока пока